друзья всем привет сегодня будем проходить королевский турнир для него я собрал 4 колода не собрал вернее взял лучшие по статистике одни из лучших колод которыми мне интересно будет поиграть и поделюсь ими с вами вас попробуем вместе с вами сделать без поражения эту серию прохождения королевского турнира ну и для начала вот такая колода не знаю я как этой колоды защищаться от адских гонщик шариком тем не менее результат хороший демонстрирует достаточно популярная ну и давайте ее попробуем более того мне нравится здесь шустрый шахтер я еще не наигрался новым чемпионом поэтому отдал предпочтение именно этой колоде по 2 катки каждой колоды сыграем и из моих расчетов должно закончиться все восьмию победами и нулем поражений посмотрим так ли это будет хога сразу закидываешь но ничего себе ты ну ладно придется здесь грома выставлять он на самом деле потратил 7 единиц эликсира которые никак не размениваются в атаке разряд готовим сейчас может быть какая-нибудь хороших стать фаер не успел не успел перекопать ну ладно так и так нанесем урон потому что он очень уж агрессивно начал игру так здесь я думаю сейчас будем риткой дефаться активировать главное здание и защищаться от хога сейчас пойдет да пойдет подождем подождем друзья потому что активация главного здания здесь будет очень полезной потому что опять же видите гоблинские бочки и против них вторая вышка главное здание точнее очень даже хорошо поможет так ну здесь можно под ровничком главное чтобы не бандитка не рванулась она и не рванулась все хорошо пассивно из глубины шустрого шахтера закрываем левую сторону смотрим что он будет делать он должен будет что-то выставлять однозначно вот он собственно и выставляет а мы берем и меняем направление атаки поменяли мы направление атаки разрядик готовим еще очень жаль что конечно наш устрый шахтер вообще не шустры ели он до пол до до мушкета но мы здесь через зеркало задавались от гоблинской бочки вот и зеркало использовали ну понятно что на двойном эликсире его будем почаще использовать стараться потому что все-таки колод достаточно тяжеловато и по средней стоимости пока мне не особо нравится если честно не 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 то что я бы хотел видеть от своей колоды например хороший фэербол но сейчас дождемся пока умрет элитка я перекопаю не надо было перекапывать я что-то думал что а как умерла его огненная лучница не совсем я понял ну ладно это не важно важно что мы выигрываем но я здесь уже просто могу себе позволить выставляться как угодно понятно это первая игра она достаточно простая обычно по левой стороне нет смысла от одинокой бандитки защищаться и просто забираем левую вышку еще зеркало в этой игре не особо использовал да и сейчас на ничего не понял пока по первой игре давайте сыграем вторую может быть ясно станет потому что первый соперник то понятно очень слабый всегда до 5 400 в рекорде так давайте подрывника на правую сторону по левой он на убой его выставлять против мега миньона смысла нет ну и давайте я королевских кабанов закину меня нет более подходящей карты на начало игры для дебюта я думаю что здесь можно будет отдать разряд раз у него появилась на поле боя такая плотненькая жирненькая картишка вот активация главного здания я здесь накосячил поэтому придется громом исправлять ошибку я не буду ничего больше добавлять я думаю что мы здесь вывезем эту защиту а вот элитку по левой стороне я закинул и надеюсь что она добежит она добежит да у него не было эликсира поэтому это минус вышка ну элитка друзья элитка можем стать элитку через зеркало себе еще позволить тем более у нас там следующий карты разряд то есть прикрытие если что будет можем но не будем потому что у него есть мега рыцарь и мы об этом помним давайте кабанов расплитим ой серёжа не знал что если левая вышка уничтожена то не надо так играть но это минус моя вышка судя по всему потому что шарик еще полетит нет не шарик не полетит пока давайте под ровняком здесь бомбочку выкинем мега миньона таким образом еще под контрим а вот сейчас можно элитку запускать кстати так и сделаем так под ровняка бомба да не нет бомбы ну что-то шустрый шахтер друзья это не вовремя ныряет я бы сказал давайте фаербол и фаербол ну как то так понятненько с воздухом с одиноким воздушным шариком тоже справляться можно она и понятно и неудивительно собственно а вот с адской гончи я бы посмотрел как эта колода работает на тебя под ровняка докручусь чисто до фаербола и еще фаербол хочу я так игру могу проиграть расхлябана играю да кстати все друзья шутки в сторону придумал себе и приключения и поэтому потерял сразу вышку так не делается бомбочка от шахтера бабамс так ну мне чё делать элитку по двум сторонам для начала давайте сюда гром и сюда гром а сейчас у него есть мега рыцарь есть но у него нет эликсира потому что он выставил огненную лучницу ну все мы его можем фаерболами закидывать по идее хотя хотя давайте вот сюда шустрого шахтера а сюда элитку и два фаербола мне осталось закинуть один а второй не пригодится судя по всему да ну подурачился что-то какую-то ерунду навел пропустил воздушный шар отдал вышку за ненужная короче продолжительность боя произошла до колода у него конечно солянка дикая ну и моя колода мне не понравилась если честно давайте посмотрим на следующую колоду может она будет поинтересней ну а далее сыграем колоды с мортирой вот такая сборка сейчас популярна в топе мира многие из вас просили поиграть мне меня мортирой даже создать отдельный аккаунт ну пока до аккаунта дело не дошло но вот мортиркой стараюсь играть сейчас собственно это и сделаем так давайте сразу копейщиков скину дешевая карта провоцирует соперника на траты эликсира фаербол закидывать не буду в такой ситуации он не добьет а вот теперь теперь закину в итоге мы имеем 6 единиц эликсира против 11 размен в данной ситуации у нас полное преимущество по этому самому эликсиру поэтому давайте я воткну мортиру посмотрю что он будет делать как он будет реагировать если что готов ее прикрывать только надо понять чем прикрывать так стражами прикрывать так стражами ну что ж рекрутов мы по сути убиваем мартира стреляет и хорошо копейщиками будем добивать дракончика шахтера засылать ли вот в чем вопрос пока нет смысла до пушка еще и доехала поэтому нет никакого смысла засылать шахтера здесь отдал он стрелы и друзья это уже это уже знак это уже знак давайте сделаем так сначала покажем ему арду миньонов а потом зашлем шахтера вот сюда под мага я думал что он мага левее правее его туда выставит куда шахтера засылал если честно ну ладно бревно у нас есть на добивку мартира у нас есть на защиту а здесь и на добивку бревно не нужно хотя из-за того что я мартиру криво поставил можно было просто мартира защититься но видите я на клеточку выше поставил и пришлось бревном корректировать эту свою ошибку так бы мартира стрельнула и 2 вышка бы подключилась бы и защитились бы обе вышки от всадницы на баране вот эта микро ошибка заставила меня две единицы эликсира лишние потратить так мне бы мартиру на самом деле воткнуть куда-то собственно так и сделаем давайте мартира пошла сюда повозка с пушкой копейщики сюда против дракончика сюда стражи блин могу хорошего в этот раз воткнул придется фэрбол здесь отдавать здесь придется отдавать бревно хорошо вышка зафокусилась именно на маги плохо здесь от защищался давайте мартира еще одна на этот раз упор на защиту левой стороны делаем опа у него тоже есть орда вот это сюрприз ну на этот раз атака похуже у него прошла блин а чё я чё я затупил вода ю чуть не игра не отдал игру да уж наверно лучше мне играть теми колодами которыми я все-таки привык играть которыми умею играть но хорошо пока дают слабых соперников 5600 я конечно тот еще игру на мартире как показывает практика ну ладно давайте копейщиков зашли он сразу опять же по той же схеме как говорится он предпочел не убить копейщиков а нанести урон бревном ну что ж его дело конечно а чё он тоже чем-то похожим играет на но он судя по всему играет с валькирией и королевой лучниц тоже с мартирой давайте под прикрытием пушки мартиру поставим валькирия оправдалась фаербол такой себе ой перестраховался так у него через скелетов фаербол поэтому я не буду наверное орду в атаку сейчас запускать а вот копейщиков можно пусть бревно скидывает скелетики ладно давайте шахтера к вышке повозкой отыгрываем от фаербола чтобы ему сложнее было попасть будет там от него прикрытие королева да будет королева хороший фаербол залетел бревно копейщики сразу в атаку дешевый урон в этой игре очень будет решать видите мы очень плотно идем и с трудом наносится урон поэтому вот эти копейщики они на самом деле огромную работу делают давайте продолжаем прикрывать нашу мартирку повозка с пушкой стражи сюда ну повозка все равно разменяется с королевой лучниц повозка очень хорошо работает против королевы лучник кстати у него сейчас нет фаербола давайте выставим орду миньонов фаербола то нет но есть и есть вот такая штуковинка да неприятная прикрываем артиру у него там королева лучниц да здесь бревнишка будет достаточно ловим шахтера шахтера поймали копейщиков против огненного духа придется выставлять придется что ж поделаешь вот зря ему дал мартиру поставить конечно но здесь мы сейчас это все исправим эти мои ошибочки так урон нанесен валькирия дать него сейчас валькирия да ну мы пушечку поставим здесь шахтера в атаку не забываем отлично булыжник залетел здесь фаербол хороший залит а ну это все это победа по моему до бревно и это победа вот у него кстати тоже колода она стоп один мира по моему но я думаю что есть сложнее играть чем вот этой который я сейчас играл потому что там надо крутиться надо скелетиков скидывать вовремя бревно скидывать не жалеть его в некоторых матчапах да это та колода про которую я думал вот она топ-1 топ-2 пом нет топ-1 это года топ-2 мира я играет и топ-3 по моему да поэтому неудивительно что этой колы эта колода популярна ну вот мы ее обыграли в данном матчапе давайте перри посмотрим на следующую деку ну а дальше на самом деле все просто это кладба которые рыцаря или валькирию в зависимости от той вариации который кто предпочитает играть заменили на короля скелетов и этой колоды мы сейчас с вами сыграем кладба прекрасный архетип особенно вот эта сборка очень хороша в защите ну а в атаке нам достаточно одной собственно возможности поэтому что мы делаем мы для начала раз уж нам дают такую возможность активируем главное здание далее я надгробия запускаю на правую сторону чтобы он не душ дал дай мне душ как говорится но я не буду здесь наверно активировать ничего да потому что играя судя по по всему против корги га и кстати вот этот матчап может быть и не очень хорошим для меня я думаю что я проигнорирую рыбака с правой стороны потому что там у меня активировано вышка активировано главное здание поэтому большого урона я не получил ну что не очень хороший матчап на самом деле но я думаю что можно будет можно будет но на двойном эликсире до двойного эликсира сложновато будет призрак темный принц но это конечно сборка такая интересная у него так но здесь уже я яд отдам какое у него тяжелое заклинание должна быть молния а может быть с его сборкой вообще нет тяжелого заклинания непонятно пока ничего так ледяного колдуна мне бы желательно конечно защиту от его форгига оставлять хороший момент для атаки получился так здесь варварская бочка по моему опаздывает да ну ладно ничего страшного зато какой урон мы нанесли в атаке я думаю что сейчас будем переходить в атаку еще одну на этот раз с использованием способности и в защите будем защищаться над гробием оставшимися скелетиками но дальше мы его уже ядами можем докидать на самом деле давайте яд закинем от ледяной колдун и варварская бочка чтобы успокоить королеву лучниц от они не выжил ледяной колдун ладно надгробие тогда мы погнали в атаку ой кривое кладбище но это уже не имеет значения на самом деле друзья потому что там едок удар один скелетика один удар скелетика то будет я думаю мы еще вот так а белку используем еще вот так торнадо дадим ну да не знаю на самом деле мне кажется страдает защита с вот такой сборкой с королем скелетов именно потому что докрутиться от короля скелетов до короля скелетов мы не сможем и здесь получается что мини танк у нас всего один но еще варвар с бочки но типа этот один танк он его как выставил то он пока не умрет в руку не вернется поэтому защите мне кажется могут может быть и сложно но пока конечно было несложно пока нормально все было но против вот бридж спама было бы интересно посмотреть хотя там можно будет надо надгробия от надгробия до надгробия крутится так что да наверное это все решаемо так ну давайте короля против валькирии за счет вышек разменяемся в нашу пользу готовим надгробие да не зря готовим но сначала ледяного колдуна все-таки упа очень агрессивный очень агрессивный даже не знаю надо зачем так давайте я надгробие все-таки выставлю не хочу чтобы умирала мой ледяной колдун ну а вот теперь друзья можно делать следующее у него это на последний эликсир он выставлял ведьму поэтому я спокойно пошел в атаку по левой стороне и здесь я тоже пожалуй буду игнорировать ведьму потому что мне нужно накопить эликсир на случай его атаки с мини пиекой вот он как прошлый раз атаковал мини пиека там бандитка то есть если я сейчас на левую сторону еще что-то выставил не факт что мне бы хватило на защиту по правой стороне если бы он все свое добро накинул но он не накинул поэтому все в порядке есть у нас надгробие против мини пики за это время сейчас пока подпитается душами наш король скелетов на левую на правую сторону нет не на правую сторону давайте поможем здесь нашему нашим дракончиком я думаю что в последний момент я все-таки активирую обилку чисто чтобы разменяться с мега рыцарем давайте добью вышку просто отдам туда я да друзья такое решение может быть она и не с не шибко правильно с учетом того что у него есть ведьма но я вижу как он ошибается ошибся он и в этот раз кстати мы здесь уже торнадо все добивает ну что ж вы по этой колоде я думаю абсолютно все понятно сильнейшая колода уже огромное количество сезонов clash royale и поэтому ничего не поменялось разные вариации только появляются с королем скелетов вот но она одна из первых на самом деле появилась с выходом чемпионов сразу же начали пробовать вот такие сборки хорошая игра давайте подбодрим нашего соперника и перейдем к финальной колоде которую я хочу еще сыграть тоже одна из колод которая крутится крутится рядом с метой постоянно и вот периодически вырывается на первые роли про нее я вам также рассказывал и это друзья колода с гоблинским буром со стенобоями похожую колоду я качаю на донате на аккаунте с донатом и там у меня уже прокачана такая вариация но не с армии скелетов а со стражами с армии скелета все-таки посильнее защиту у этой колоды и вот именно такую сборку я бы рекомендовал вам использовать если вы хотите играть с гоблинским буром и стенобоями давайте сыграем давно и вообще с гоблинским буром не играла картишка то несмотря на все ее ослабление достаточно хорошие скидывает он бревно это сигнал для атаки по двум сторонам стенобоями хотя можно было наверное по одной но результат был бы один и тот же он бы все равно просто выставил пушку судя по всему я играю против королевских кабанов с а нет судя по всему я играю против хога 26 ну здесь я фаер конечно закину хоть у меня и добивать нечем но фаер этот я закинул просто потому что у меня есть адская башня если что который я могу поддеваться от фога вот собственно так и делаем здесь огненный дух и сразу идем в атаку с гоблинским буром не ловит урон наносится хорошо гоблинский бур стоит 4 он потратил на его защиту 5 уже выгодная атака получается здесь давайте стенобоев и валькирию раз он так неплохо прикрывает ну вот это зря это зря это он зря конечно этот фаербол многовато эликсира в итоге он тратит и сюда гоблинский бур и сюда же более того я еще и стенобоев зашлю да хорошая атака хорошая атака и нам теперь нужна адская башня адская башня есть все защита удалось по обеим сторонам причем просто за пять единиц эликсира в виде адской башни и слева этот выстрел шахтера но он ничего не решает по сути моего вышку теперь можно просто закидывать фаерболами но нет конечно мы так делать не будем он крутится до бога абсолютно очевидно мы давайте закинем туда чтобы ему жизни сказка не казалось так скажем погнали в атаку еще один гублинский бур на правую сторону на левую вернее сторону сюда фаербол уже надо добивать его вышку здесь адскую башню готовим адскую башню пройти не может я уж думал он сдался что-то так притих ну ладно гоблинский бур в атаку армия скелетов и победка и победка вот он крутился от хога до хога при этом забивал на защиту и чрезмерно тратил эликсир то есть да он правильно делал для того чтобы преодолеть мою защиту так и надо было действовать но на двойном эликсире они на одинарном когда он остается без защиты хотя он достаточно опытный игрок 6730 играл основной колодой но что-то не получилось у него не сложилось что-то звезды не хотели его победы так огненного духа вначале в напряг сразу так что 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 давайте подрывничок здесь рожь подрывничок можно на самом деле под подрывничка еще вот так вот сыграть еще и вот так сыграть раз он отдал бревно а блин понятно что за колода здесь тогда придется валькирий дефаться до валькирия и огненный дух а здесь армия скелетов вот это неприятно потому что у нас у нас нет бревна было бы бревно все было бы замечательно так он здесь отдает бревну о ну тогда мы фаербол туда закинем ого-го-го блин плохо придется не могу много эликсира сейчас тратить друзья а хотя у меня же подрывники есть что эту плюта подрывник тоже хорош против этих кабанов да все шикарно но в этом матч-апе тоже все схвачено башню конечно адского особо особо не поставишь потому что он играет с землетрясом и плюс адская башня все-таки с кабанами не так хорошо справляется так давайте вон туда гоблинский бур зашлем будет он бревно докидывать уж на тоненького на тоненького было друзья так королевская почта да отлично именно так я и хотел так кабаны давайте так так повернули с 5 движения кабанов подрывником здесь немножко поможем а то они разбегутся же по разным углам и все еще свищи их тогда давайте вот такую атаку я проведу на две стороны но такая атака если честно давайте армия скелетов подрывник гоблинский бур и готовимся защищаться с валькирии плюс огненным духом победа победа но у меня на самом деле очень хорошая колода была для противостояния его со колоде моего соперника я обычно такими играю и советую только хорошие колоды сами знаете друзья что же на этом все четыре варианта колод показал сейчас покажу еще один вариант еще на не наверно не буду самодельно у меня колода есть просто я думаю что я ее оставлю для следующего видео например а пока так давайте подведем итоги первая колода с кабанами зеркалом с шустрым шахтером мне если честно не зашла противовоздуха маловато зеркало очень редко можно использовать илья редко использую мне в общем не очень комфортно было играть с мортирой прекрасная колода все хорошо прекрасная колода и кладба естественно тоже топчик ну и вот это финальная колода тоже топчик друзья все колоды кстати достаточно защитные за исключением первой деки остальные все колоды очень хороши в защите поэтому если вы предпочитаете такой стиль игры то вот они для вас удачи вам в глобальном турнире надеюсь вы сделали максимально возможное количество побед а на этом все спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока